Сборная Россия Сборная Россия Сборная Россия Арбитр не слышит, корень не слушается. Игнашевич отбегается, бьет. Кому-то в голову попадает мяч. Сейчас будет остановка игры. Это Бречко атакует. Против него Беллетинов. Бречко забегает за своего коллегу. Бирса навешивает. И вы знаете, навес Бирсы и при полном упустительстве наших защитников, наших центральных защитников, сам в конце первого тайну сборная Словения открывает счет. Было видно, куда навешивает Бирса. Был виден этот рывок Денича. И тем не менее, ничего не смогли с ним поделать защитники сборной России. То, о чем мы с вами говорили, Виктор, когда нет продолжения атаки, единственный выход у славянцев это пас по диагонали. Пас в штрафную площадь. Было два наших защитников. Рядом с Деничем был Милевой Навакович. Вот смотрите. И тем не менее, и тем не менее, еще раз. Тем не менее, вытянутая нога вперед сыграла свою роль. И здесь, конечно, Агент Фейф уже был в бессиле. Еще есть хорошие футболисты, хорошие нападающие в сборной Словении. Ну вот. Здорово пяткой сыграл. И Жирков идет, идет до конца. Иди, Юра. И немножко не хватает. Бежал до конца после передачи, после скидки Аршавина. Жирков на левом фланге. Сразу два защитника протянул. Прострел. И дальше, дальше. Еще мяч переправляет. Аршавин, смотрите. Борьба во Вратарской. Перерастает в серьезный инцидент. Стычка обусловлена тем, что, по мнению Вратаря, Киржаков падение уже бил его ногой. После пас уже... И что такое? И красная карточка. Киржаков получает красную карточку. Терья Хауге продолжает свою печальную серию против нашей команды. Мы говорили об удалениях в разное время Аршавина и Овчинникова. Но здесь, еще раз, бросался на этот мяч голкипер. Но он не бил Вратаря. Он не бил Вратаря, он бил мяч. Ему показалось, Киржаков показалось, что Вратарь не зафиксировал мяч. И действительно, на какой-то момент Ханданович мяч отпустил. Вы смотрите, он посмотрел даже Ханданович. Снова борется по Гребняк без нарушения. И пас Жирков. Но Юра! Юра! Ай-яй-яй! И не успевает! Какой момент! И не успевает на это добивание поскользнуть. И положение вне игры. Но у другого футболиста, у другого, оно было у Печника. Орвется, выходя... Выходя на передачу, Денич дай. Сейчас ничего не скажет правильно. Правильно эту ситуацию оценил боковой арбитр. Потому что Печник был в пассивном ассайде. Орвался из правильного положения. Орвался к воротам Денич. Какой момент! Какой момент у Юрия Жиркова! Снова пас на него. Он играет головой. Атака! Аршабин! Прострел! Мяч уходит. И уходит на угловой. Что такое? Что там происходит? Там, вы знаете, ребята там... Молодые люди, подающие мячи, не отдавали этот самый мяч нашим футболистам. И удаление Жиркова. Жирков пытался вернуть себе этот законный мяч, который принадлежал нашей команде. А в результате за столкновение с шагом, подающим мяч из-за громких болей, получает вторую желтую карточку и удаляется с поля. И удаляется с поля. Он всего лишь хотел вернуть себе мяч. Тот мяч, который принадлежал ему. Конечно, это была искусственная нерасторопность человека. Вот этого самого человека, упавшего до кромкой поля. Побежал разбираться Акинфеев. Нам показывают все это в детальном повторе. Который убеждает нас в том, что опять же ничего криминального там не было. Как и в ситуации с Кироковым. Но внимание! Ай-яй-яй! И бьет! В падении бьет Василий Березуцкий. Дотягиваясь до этого мяча, но мяч летит и выше и мимо ворот. И не было положения вне игры и выход. В падении уже бил Березуцкий. Крайне сложно было попасть в хвор ворот. Совсем мало времени. Паркянов. Пас вперед. И финальный свисток. Финальный свисток норвежского арбитра фиксирует победу в сборной Словении. 1-0. Счет по сумме двух матчей сравнивается 2-2. Но за счет того самого мяча, который в самом конце матча словенцы забили в наши ворота. Именно они получают путевку на чемпионат мира будущего года в Южной Африке. Да, дорогие друзья. Что вы делаете? Что сказать в этом случае? Это футбол. Такова жизнь. С вами был Алексей Смертин, Виктор Гусев. Всего вам хорошего. До свидания. Берегите себя. До свидания.